Бисмиллаху рахману ррахиму, альхамду лиллаху, ас-салату ас-саламу аля расуле ллаху, аля алиху ас-саби хаджмаин ам-аба'ад. Продолжим морфологический разбор Сура Али-Хлас, Единобожие. Мы дошли до второго айта, Аллаху-Самаду. Аллах самодостаточный, или Тот, в Котором все нуждаются. Имя Аллах на прошлом уроке мы уже упоминали, это имя Величие, Исмуль-Джалалати. Ас-Самаду это имя Аля-Возни-Фаалин, по модели Фаалин. Има Ана-Мафуулин, значение Исмафули, имени поддействованного, причастие страдательного залога. То есть, мин самада-Илейхи, или мин сумада-Илейхи тоже, образован от глагола самада-Илейхи, яани иза посаду-хо, обращаться к кому-то, обратился к нему. Посаду-хо, это хуал-масмуду-Илейхи, айл-максуду-фил-хаваджи. Он единственный искомый, Тот, Кому обращаются и нуждаются все. Как, например, Кабадун, значение Макбудун, взятый, полученный. Или, например, подобное слово Сэнудун, то есть Тот, Аль-Лизи-Юснаду-Илейхи-Л-Умур, Тот, на Кого опирается в делах. Ас-самуду-это Исмун, Сул-Ла-Си-Юн, Муджар-Адун, Сахи-Хун-Сайльман. Трехбуквенное имя, первообразная форма, здоровое, правильное имя. Дальше, Лям-Ялиду, Вал-Ям-Яу-Ладу, Он не родил и не был рожден. Лям-Ят-Харфан, Частица, значит, как слово Мабни с неизменяемым кончанием не будет рассматриваться наукой Сарф. Ля-Шан-Алис-Сарфи-Би. Ялид, это фиул-ун-мудар, глагол настоящего будущего времени. Вал-Ас-Лу-Яу-Лиду, А-Ля-Оз-Н-Яф-Лу, Пам-А-ДЕ-Ли-Яф-Лу. Осной было Я-У-Лиду. Худз-Фат-Иль-Вау, буква У была удалена. Почему? Ли-Энна-Ха-Ва-Ка'ат-Бай-Н-Ля-Й-Ай-Валь-Кас-Ры. Так как У здесь оказалось между буквой Я в начале и огласовкой Касра, что является стандартным общим правилом. Хадз-Фу-Ль-Вау, Мин-С-И-От-Аль-Мудар-Ли-Ви-А-Ля-Оз-Н-Яф-Ля. То есть удаление буквы У в форме глагола настоящего будущего времени по модели Яф-Лю. А-Я-Яф-Лю-Канат. Какая бы модель Яф-Лю это ни была. То есть по породе Фа-А-Ля-Яф-Лю, как, например, У-С-Фа-Ю-С-Фу, Я-У-С-Фу в основе. Или У-С-Фал-Ю-С-Фу, Я-У-С-Фу в основе. или по породе «фаиля яфль», как, например, «вариса ярису» с удаленным «вауом» «яурицу» в основе, «вамика ямику» «яумику» в основе, «ватика ятику» от «яутику» в основе. Если мы удалили «вау» в форме третьего лица «сиғу талға» «яфалу», то также заодно «вау» удаляется «тухаду фальвау» в бау кисиғы и в остальных формах, как, например, «талиду», «аттау лиду», «алиду», «налиду» и так далее. Следует отметить, что «вау» удаляется только в том случае, если предшествующая ею глаголи буква огласована фатхой, как видно в нашем примере «я лиду» и «яу лиду» в основе. Если же огласовка предшествующей буквы поменяется на «дома», как, например, «ау ада» и «у аиду», то в этом случае «вау» не удаляется, так как огласовка «дома» соответствует ей. Также «вау» не будет удаляться, если следующая за ней буква не будет огласована именно «касра», как, например, «ваджеля яуджалю», «ваджуха яуджуху» и так далее. И тем более «вау» не будет удаляться при отсутствии обоих условий, как, например, «юляду». Как мы видим, здесь «я» не имеет «фатфу», а следующая за ней буква «вау» не огласован к «сре». Осталось сказать, что «ялюда» по модели «ялю» с удалённым «фа», то есть с удалённой первой коридной буквы, которая имеляется здесь буква «вау». «Валяда» «ялюда», «ялюда» в основе – это порода «фа» или «яфлю». Глагол «валяда», от которой образована «ялюда», это «фиалун», «суляфин», «муджарадун». Это трёхбуквенный глагол первообразной формы, то есть без добавления. «Гуэйру», «сахихин», «гуэйру салим», «нездоровый», «неправильный» глагол. «Миталун», «правильно подобный» глагол. «Айму'талюльфаи», глагол, у которого первая корневая буква является слабой буквой, в данном случае буквой «вау». «Валяда» это «фиалун мута'аддин», «переходный» глагол, на что указывает здесь в этом аете «сиотальмаджхули», «форма страдательного залога», «юляду», который напрямую может образовываться только от переходного глагола. Так, например, в Коране мы читаем слова «нуха» алейсалам, «коли нухан алейсалам», «валям ялиду илля фаджран кафара», где «фаджран» является маф'улбихи прямым дополнением для глагола «ялиду». Дальше, «валям юляду». «Альвау илам куллин минхума харфин». «Каждый из этих двух слов» — это частица харфа, значит, как слово с неизменяемым окончанием «мабни» не будет здесь рассматриваться. «юляду» — это тот же глагол «ялиду», «яулиду» в основе. «Илля аннухум абдив лильмачули». Просто это глагол страдательного залога. А как в глагол ставится страдательный залог, мы подробно уже разбирали раньше, поэтому не будем все это повторять. Аллаху аулем.